Вот когда приведет тебя Бог всесильный в страну, в которую ты вступаешь, чтобы владеть, ты и даешь благословение на горе Гризим, а проклятие на горе Эйваль. Во-первых, почему на горах дается благословение и проклятие? Гора от слова Ирурим, сомнения, в которых находится человек. Он всегда находится в сомнениях. Одни сомнения, с помощью которых он возвышается, и другие сомнения, с помощью которых он падает, идет на соглашательство со своей природой. Это как две горы, да? Да. И поэтому тут вознаграждение, там наказание, тут благословение, там проклятие. И вот так вот идет. А, в принципе, это одна гора и это… в духовном. Это одна гора, это одно место, то есть на том же месте, где спотыкаешься и падаешь, на том же месте — поднимаешься. То есть вот так вот одна гора растет, 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 на ней же и проклятие, на ней же и благословение. Да. И нет иного, как с помощью правильной работы и над проклятиями прийти к благословению. Понятно. Что желание, оно одно, и его ты постепенно исправляешь, спотыкаешься, исправляешь, спотыкаешься, и вот так идешь вперед. Горы за Иорданом, по дороге к заходу солнца, в стране Кнанеев. Вот это вы можете немножко объяснить? Я понимаю, что мы входим в частности такие. Почему говорится «по дороге к заходу солнца»? Когда наступает заход солнца, наступает следующая ступень развития человека. И поэтому все время надо считать эту ступень, это начало следующего состояния своего. Надо считать ее добрым знаком. Что ты закончил предыдущее состояние, и сейчас перед тобой начинается новое. начинается оно с вечера, с тьмы, когда ничего неизвестно, к заходу солнца, когда начинаются сумерки, когда ты не видишь и не можешь различить между тем и этим, то есть между правдой и ложью, правильным путем или нет. И в таком случае ты должен идти вперед и выбирать, каким образом. И вот тут вот выбор, он идет, так называемое вера выше знания. Вера выше знания, на самом деле, это очень серьезный духовный принцип. И поэтому различить между богословением и проклятием, между этими двумя состояниями, мы можем только если действительно будем идти верой выше знания, и тогда мы сможем понять, какое есть отличие между ними. Потому что это решается все не на уровне наших земных предпочтений, пониманий, а это решается именно возвышением каждый раз над нашим эгоизмом, над пониманием вроде бы нашим, а как надо действовать. и решение, оно принимается вопреки всему земному нашей логике, нашим отношениям ко всему происходящему.